Здравствуйте, добро пожаловать на канал БАДУК-1 и предлагаем вашему вниманию разбор партии Альфаго против Альфаго номер 6 с Григорием Феониным, седьмым данным Российской Федерации ГО. Григорий, здравствуйте, передаю вам слово. Здравствуйте, Георгий. И сегодня разбор шестой партии Альфаго. Кусеке, я думаю, часто все его встречают в партиях, что играют белые два комоку и черные выбирают, как туда нападать. Чаще всего выбор падает на высокое Хасами, но также нет ничего плохого в том, чтобы сыграть и низкое, просто уже будет другая игра. Я бы так сказал, что мода уже пошла на высокий камень. С ним связано больше возможностей, особенно с двумя Хоси. Он так комбинирует с ними лучше. Да, да. Так. Трилипание снизу тоже стандартный ответ совершенно. Так. Черный блокирует, закрывается и нападает еще раз. В этой партии важно отметить, что нападает невысоким, как тоже часто встречается, да, разыгрывается похожая Джесеке. Ну вот, белый получает два угла, плюс развитие по сторонам, и черный строит вот такую симметричную форму. Ну вот, но все-таки считается это лучше за черного. Ну, поэтому я такое редко вижу. Ну вот, там такое показывали, но вижу я такое редко. То есть, если белый даст такое сыграть, то как бы все хорошо. Другое дело, что на такой камень белый чаще всего реагирует в С7. Ну вот, и уже идет такая, уже здесь идет борьба. Да. Так. В партии был сыгран низкий ход. Ну вот, это как раз к тому, чтобы белые не начали атаковать. Да, если сейчас белые зажимают, то черные чувствуют себя комфортнее. Они выпрыгивают и уже потом сами зажимают белого. То есть, получают приятное распространение трех камней и очень легкую базу из двух бегущих камней, вот этих, которые я отметил. Да. Вот камни легкие, могут бежать, но в целом результат хороший за черного. Так. Поэтому белый отходит. В сравнении с таким вариантом, да, белый может себе позволить отойти. Ну, потому что, когда камень высокий, да, мы отыгрываем такой ход, черный получает территорию по четвертой линии и два очень сильных треугольника. В этом же случае, если белый отходит, то черный может только развиться по левой стороне, да, и все еще оставив слабость. Ну, вот, в пункте А и в пункте Б. Да. Слабости есть, и одним ходом закрыть черный не может. Если черный сыграет ближе к трем камням, опять же, у нас будет слабость в А, в Б. Вот, все вторжения там работают. Черный выбрал защититься от камня Ц5, да, тоже, как бы, логично. Я думаю, есть, возможно, было несколько вариантов, но вот черный выбрал именно этот. И сейчас, я думаю, один из таких важных моментов, почему белый не стал завершать сразу же в К3, да, и не стал продолжать, допустим, играть на правой стороне, как минимум, да, потому что снизу ход, я думаю, важнее, да, а пункт H3, вот этот вот, он болезненный для белого, и ему как раз-таки хочется его защитить. Но если белый делает это прямо сейчас, то, во-первых, правая сторона останется нетронутой, и вот как раз-таки с двумя хоси, влияние слева хорошо сочетается. Вот, если черный пойдет это моё развивать, то оно может перекинуться на всю доску. Ну, белый, конечно, получит очки, вот, но потенциала будет больше у черного намного. Угу. Ну, вот, поэтому белый решил не ждать и сразу же, просто сразу же поделить вот эти группы, сферы влияния, и заставить черного бежать. Ну, вот, здесь не сколько цель убить, а просто, как бы, не дать реализовать такое влияние вместе с этими двумя хосами. Черный убегает, белый тоже совершенно стандартно прыгает. Вот, и здесь черный отыгрывает слабость снизу. Если бы он тоже прыгал, ну, у белого была бы возможность защититься. Но только я думал уже не К3, да, потому что К3 низкий ход, и когда ход низкий, там появляются дополнительные слабости, которые, ну, очень, допустим, в пункте А. Ну, вот, негативно сказываются потом, если черный будет давить на белого, выпрыгнет, получит сильную группу, и потом, как раз-таки, эта слабость в А заработает. Ну, вот, если белый будет упрыгивать, то уже с такой максимально короткой базой по четвертой линии, чтобы была еще поддержка двум бегущим камням. Вот этим. Ну, вот, черный, я думаю, понимал, и как раз-таки сразу же сыграл в слабую точку H3. И здесь у белого тоже получилось так, что он черного закрыл. Ну, вот, я думаю, что белому необходимо было соединяться, да, если он начал бы сейчас прямо брать очки, возможно, такими свойствами, да, то он бы себя очень сильно закопал бы. Вот, встречается такая форма, но я думаю, что с сейчас черный чувствует себя стабильно, и он уже не испытывает никаких проблем с группой снега. Да. Ну, вот, поэтому белому просто выгоднее заблокировать и предоставить уже возможность выбрать черному, что он хочет делать. Если черный сейчас начнет заботиться о своих двух камнях, важно это сделать грамотно, потому что, если часто, часто встречая в партиях начинающих, и не только начинающих, да, такие прилипания, почему там в случае этого лучше не делать, да, если мы отыграем такое прилипание, белый очень сильно усилится по сравнению с черным. Все равно есть возможность отражения в А, ну вот, но, как бы, черный себя не особо усилил, а белый как раз получил три камня, и скоро будет атаковать вот эту группу. Ну вот, если он будет пытаться построить базу в углу, не могу сказать, что это локально плохо, но глобально, я думаю, вот по доске, это не самое лучшее решение, да, после такого построения группа, вот эта вот группа, она у нас остается нетронутой, да, у нее проблем опять же нет, группа слева тоже стабилизировалась, но появляются проблемы теперь с одиночным камнем в H3. Вот, то есть тут такой принцип домино, да, если черный укрепил белых в одном месте, то они сразу же будут получать очки и брать в другом. Так, вот поэтому, как бы, черный принял такое решение эту позицию просто не трогать, да, опять же, группу убить сразу же невозможно, у белого нет такого хода, который бы прям взял и сразу же моментально группу убил, да, вот, поэтому черный пока что будет заниматься своими делами, развивать и создавать новые слабости у белого. Да, благодарим за внимание, это был тизер.